Привет народ, с вами Шик и в этом видео мы посмотрим то, как играет новый игрок Na'Vi. Это тот школьник, который смог, у которого получилось попасть в основной состав Na'Vi. Держу в курсе, даже Монези не смог. Давайте посмотрим его демку, посмотрим то, как он двигается, стреляет и какие принимают решения в разных ситуациях. На фейсите у него, кстати, целых 5000 эла и 27 АВГ. Просто вдумайтесь в это число, 27 АВГ в последних 20 матчах. Давайте уже посмотрим, как же он играет на самом деле в Counter-Strike. Но перед просмотром обязательно поставь лайк под этот ролик и обязательно напиши дедуктивный комментарий. Также не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан. И также обязательно поставь колокольчик. Погнали уже смотреть демку. Короче, у звезды нашего ролика инстамуд в игре, поэтому нужно прописать эту команду для того, чтобы снять с него муд. Кстати, у нас это не получилось. Колокол все так же, колокол. Итак, будем держать в голове, что игрок с никнеймом колокол это Nipple. И уже на пистолетном раунде у нас происходит что-то подобное. Прямо сейчас происходит Rush Bay. Посмотрим, как же он сыграет сейчас в этом моменте. Врывается в этот смок. Дает один хороший шот. И на этом уже все, раунд закончился. В следующем раунде он просто покупает М-ку со вторым армором плюс смок. Очень жесткий набор для тех, кто уверен в себе. Сядь на антихэс. Так, в миду откисли половины игроков Na'Vi. Он выходит и просто дает два хороших фрага. Стрельбой у него все отлично. У террористов эко-раунд. Они дают инстасмок в окно. Он просто прошивает, никому не наносит дамаг и сразу же перетягивается в коннектор. Тем временем его тиммейт уже откинулся. Он откидывает себе дым в андвей. И дальше же просто ждет игроков, которые будут врываться. И смотрит парапет. Убивает одного. Слышит игрока под коном. Убивает его тоже. И понимает, что последний игрок был в шарту. Так, до него не дошла инфа о том, что его уже убили. И он ищет просто последнего игрока. Думая, что он где-то в андеграунде. Хотя последний бегает прямо сейчас в тест-пауне. И забежал уже в апсина. Так, бомбу поставили. Прямо сейчас будет стычка в яме. Посмотрим, сможет ли он его убить. Лол. Вы видели этот жесткий шот? Сможет ли он забрать раунд? Интересно даже. Он еще и забрал этот раунд. Да, на Ави. Похоже, взяли все-таки не того школьника в состав. О, смотрите, его никнейм уже размутился. Берет Зиггл, садится на антихэс. И ожидает игроков в миду. Получает дофига дамага. Он очень хорошо двигается. Мне прям нравится то, как он водит прицелом. И в принципе двигается по карте. Очень красивые движения. Ловит игрока в КТ. Дропает гон своему тиммейту. Потому что он сам красный. И дальше идет распикивать Зиггла. У него, кстати, как у меня прицел. Прямо точь-точь мой прицел. Убивает еще игрока в шарту. Он уже сделал с одним ХП 2 килла. Понимаете? Ситуация 2 в 1. Я не скорее всего заберу этот раунд. Откидывает флешку для того, чтобы демон смог пикнуть. Демон эту флешку пикает. И понимает, что последний играет на дефолте. Оба, кстати, контролят одну и ту же позицию. Он бы мог уже отпустить эту позицию. Да, и потихоньку идут. Господи, посмотрите. Все-таки нами взяли того игрока в состав. Ведь он сделал прямо сейчас с одним ХП целых 3 килла. Я, короче, закрыл ебало. Все-таки он жесткий. И все-таки пятерка очень жестко его блочит. Посмотрим, как же он играет с авиком. Возможно, это новый Монези. Или же новая замена Симпла. Ловит одного игрока. Очень жестко реагирует на второго. А все уже, Раша Бен не будет. Тут уже Ниппл пришел и разобрался почти со всеми. Убил одного. Вот уже второго. Сейчас, похоже, будет еще и третий килл. Да, и он дает третий килл. Мне кажется, это все-таки новый Монези. Потому что он реально очень хорошо двигается. И очень жестко стреляет. Так, наконец-то его никто не заблочил в окне. Он не успевая словить игрока, проверяет его. То, что тот забежал за белым. И, скорее всего, он его сейчас убьет. Если терп пикнет, то это будет летальным... Ладно, я закрыл свое ебало. Играет Фарэм Кон и смотрит парапет. Откидывает снова же ванвей. Под которого он будет играть сам. И во втором зуме уже смотрит парапет. Главное, чтобы к нему никто не ворвался в дым. Но, скорее всего, пятерка здесь стоит для этого. Как только его тиммейты слились, он сразу же перетягивается. И забирает позиции, где прямо сейчас дырки. Для того, чтобы его убить, ему дают просто два молика. Посмотрите на гениальный тимплей противников. Хотя, на самом деле, они дали... Один молик на газету они дали правильно. А второй был просто рандомным, мне кажется. Посмотрите на его движение. Он очень жестко двигается. Я честно скажу, это очень хорошо. Даже при том, что сейчас Миша сделал два нереальных жестких шота. Но все же, Ниппл двигается очень хорошо. Так, идет сразу же подбирать дроп. И распикивает весь коннектор. Никого здесь и не находит. Понимает и собирает всю информацию. И просто собрал информацию по коннектору прямо сейчас. И дал пространство своим тиммейтам. Но, к сожалению, оверпикнул яму и откинулся. Теперь уже он блочит своего тиммейта. Посмотрите, на сервере прямо сейчас половина игроков больше, чем половина просто инста в мути. Смотрите, он понимает то, что Бэплент давно уже прошли. И он понимает, что игрок где-то поджал позицию. Как только тиммейт забрал ему мейн, он сразу же идет распикивать все позиции остальные. Интересно, убьет ли он игрока на Форесте. Прочекав все позиции, он прямо сейчас направляется в сторону Фореста. Увидел его дуло и убивает. Просто игра до сих пор в бета-тесте. Вы видели? Он заметил его только благодаря тому, что дуло противника торчало сквозь эти кирпичи. Играю еще в бета-тесте, пацаны. Мы в 2012. Так, видит игрока в шорту. Идет на Форест, занимает хорошую позицию. И, скорее всего, он сейчас его убьет. Понимая, что стреляться нет времени. Понимая, что стреляться не было смысла. Просто отошел позиции, ждал его, тянул время и просто убил его. Так, скажу честно, мне кажется, каких-либо фишек мы не найдем. Мы просто увидим его в индивидуальную игру. Все-таки Мираж, что задроченная всеми карта. И я думаю, фишки какие-нибудь новые он точно не покажет. Но я думаю, точно покажет хорошую игру. Так, он снова играет в окне. Распикивает мидл. Его тиммейт убивает авик, по-моему. Перестреливает Миша в открытой перестрелке. В открытом файтинге, если быть точнее. Понимает, что игрок еще и под окном, и убивает еще и его. У них, похоже, идет яростная битва за фраги. Кто же больше сделает киллов в игре? Мне кажется, он сейчас примет соло просто аплэнд. Убивает одного. Фактически среагировал на флешку. Будь это, конечно же, флешка, я это люблю. Но не читает Миша. Миша что-то вешает очень жестко в этой катке. При этом у него счет 6-10. А, у тебя просто пик 27. Так, прямо сейчас идет пик мидл. Да, очень жестко вырубает флая. И сразу же перетягивается на другую позицию. Тем временем его тиммейт забавляется с парой. С М249, если быть точнее. Смотрите, он убивает игрока в коннекторе. И уже прямо сейчас находится в бэк китчене. Бегает по карте и летает. Просто носится по ней, как не знаю кто. Ну и умирает он тоже очень жестко. Сделает всякие перевороты. Так, его личный счет 20 на 7. Просто 3 кд против 3 к ла плееров. Дропнулся в андеграунд с мкой и пушит ее. Скорее всего они друг друга слышали. Да, он слышал флая и флай слышал его. Точнее, Ниппл ожидал флая, а флай его слышал. И 100% информации не смог его убить. И, к сожалению, Ниппл оверпикнул и умер. На самом деле это супер самоуверенная игра. И мне это очень нравится. Это очень жесткий игрок, который бегает очень уверенно и просто стреляет. Как минимум на тир-один сцене ему не позволят играть так. И как минимум это сделают Нави. Потому что играть так агрессивно точно у него не получится. Ведь все-таки Нави это тир-один командный. Где оверагрессировать может скорее всего только Симпл. Ставит бомбу. Запоминайте, кстати, как лучше всего ставить бомбу. Скорее всего лучше ее ставить так. Я, честно, не миража дрочера не особо шарю за это. Они просто катком идут по команде противников. Счет уже 12-4. Его личный счет 21 на 8. Он до сих пор держит свое жесткое КД. Так, будет ли сейчас выход ямы с Калашом? Да, конечно же будет. Попытались зарамбуститься. У них это не получилось. Просто посмотрите. Плюс В гейминг. Что же может быть лучше? Лучше может быть только Садачок. Который просто берет и вырубает Нипла. Замечает игрока в дефолте. И сразу же идет его пикать. Очень жестко его вырубает. Контролирует свою стрельбу. И откидывает смог в коннектор. Все, аплэн занят. Раунд они уже точно не отдадут. Смотрите, прямо сейчас он, кстати, уже не бежит больше никуда. Плюс В. Но как только узнал информацию, где же противник. Занял сразу же другую позицию. Скорее всего его не прочтут. И он... Все, он никого не зарежет. Он бы мог сейчас зарезать, если бы этот Мальборо Цеметерий не стрелил бы ему в голову. Ну смотрите, что же мы сейчас смотрим. Достоин ли этот игрок для того, чтобы играть в Na'Vi? Я, конечно, не знаю, как он покажет себя на Тир-1 сцене. Но скажу точно. Со стрельбой у него нет никаких проблем. Как и с мувментом, как и с пониманием игры в принципе. Клач один в один. Занимает удобно для себя угол. Ну и убивает противника, потому что тот даже не ожидал его в КТ. позиции на Робси. Не, ну такое ретейкнуть просто невозможно. Говорю же, они просто катком идут и убивают всех. Нифига. Вы знали про такой прострел? Я нет. Но прямо сейчас он показал нам что-то новенькое. По крайней мере, точно для меня. Я, кстати, не играю в Мираж, поэтому я многого могу не знать. Итак, Ниппу закончил игру со счетом 26 на 10. Подробную его статистику мы уже не увидим, к сожалению. Но КД очень жесткое. 2.6 просто. Именно так будущий игрок Na'Vi играет в CS GO. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok